12 апреля весь мир праздновал День космонавтики. Но только в России по понятным причинам к нему подошли особенно. В каждой школе страны прошли классные часы, посвященные российским первооткрывателям. В домах и дворцах культуры пели и танцевали, вспоминая великих покорителей космического пространства. Но помнят ли об этом дне и его героях жителей Новомихайловского, узнавала наша съемочная группа. 55 лет человечество осваивает космические дали. За это время было сделано немало открытий. А знают ли жители поселка Новомихайловского о достижениях нашей страны в области изучения космоса? Мы попытаемся узнать прямо сейчас. Какой сегодня праздник? День космонавтики. Кто был первым космонавтом? Юрий Гагарин. Это было как раз в мое время. Помните, как назывался космический корабль, на котором Гагарин совершил свой полет в космос? Союз. Союз. Восток. Забыла уже. Сколько находился по времени Юрий Гагарин в космосе? Ой, если честно, не помню. Ну, наверное, думаю, несколько часов. Не помню точно, но он облетел Землю. Ну, немного, минут 12, наверное, где-то. Один час. Сорок чем-то. Сотри минуты. А вы знаете, какая страна первая запустила искусственный спутник Земли? Ой, наверное, мы. СССР. Зовите первую женщину-космонавта. Терешкова. Терешкова. Жена Юрия Гагарина. Валентина Терешкова. Вы знаете человека, который первый вышел в открытый космос? Леонов. Вообще без понятия. Леонов. Ой, Леонов. Так я живу как раз в том месте, где Леонов приземлился. Первый полет человека в космос. Первая женщина-космонавт. И первый человек в открытом космосе. Все это достижения нашей страны. Все это мы должны знать и должны этим гордиться. Анастасия Власова, Денис Гилев, Изабыла Ксючичева, телеканал Орленок ТВ. Анастасия Власова, Денис Гилев, Изабыла Ксючева, телеканал Орленок ТВ. Анастасия Власова, Денис Гилев. Анастасия Власова, Денис Гилев, Изабыла Ксючева, телеканал Орленок ТВ.